Всем привет, друзья! Вы на канале Crypto Commons и сегодня мы поговорим о том, что ждет биткоин и другие криптовалюты. Ждет ли нас Армагеддон, криптозима и тотальный слив куда-нибудь на 25, 18, 12, 8 или даже 3000 долларов, как некоторые сейчас кошмарят. Или все-таки мы развернемся и полетим наверх? Ну точнее будет сказать, когда, все-таки, где мы все-таки развернемся и полетим наверх? Потому что то, что мы развернемся и полетим наверх, это практически неотвратимый факт. Это обязательно происходит всегда, если вы посмотрите на более долгую историю биткоина, это происходит у нас всегда. Но вопрос в том, что будет сейчас. И давайте попробуем разобраться в этом. Ну а сперва я вас хочу поблагодарить, ребята, нас перевалило уже за 80 тысяч подписчиков с вами. Это очень-очень круто. Обязательно ставьте лайк, жмите на колокольчик и на подписку, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропускать наш ежедневный криптоконтент. Также напоминаю, что внизу этого видео вы найдете ссылку на наш второй канал. Он называется CryptoCommons 2.0. Там тоже случаются интересные стримы, переводы и все такое прочее. Короче, не забудьте, подпишитесь, прямо сейчас поставьте на паузу и сделайте это простое действие. Ну а мы погнали к рынку. Есть сейчас, конечно, полярные мнения, да, кто-то думает, что все это настоящее тузы дно, потому что ФРС сейчас свернут печатный станок, поднимут ставки, фондовый рынок уйдет в медвежку и крипту тоже за собой тянет. И кто куда, конечно, кто куда ей пророчит падение, вон криптодед в своем последнем видео. Большущий, кстати, ему респект и привет. Он сделал офигенное видео, ребята, обязательно посмотрите на его канале и сейчас оно появится сверху. Он там пророчит падение битка на 8000 долларов, на 8500. Собственно, туда же, где он и был недавно на бирже Binance Futures, кто помнит. Там был сквиз, но многие списали это на технический глюк, а дедушка говорит, что, мол, нет, это был не глюк, это прощупывали почву. И все-то оно на самом деле так, всем страшно. Мы вроде как пробили сетку EMA Ribbon, то есть уже не удерживаем бычью поддержку. И по многим индикаторам, кто-то писал в комментариях, посмотри МАГДИ недельный, давайте посмотрим недельный МАГДИ. А, недельный уже давно у нас в красной зоне, месячный, прошу прощения, месячный МАГДИ. Просили посмотреть. И что здесь мы видим, что на хайконаши свечках он еще удерживается, месячный МАГДИ. Пока еще удерживается, но мы видим, что уже он очень близок к разворотной фазе. То есть если вот эти два муллинга перекрестятся, и сигнал у нас пойдет в отрицательную сторону, то это будет нам говорить, конечно же, о даунтренде, продолжении даунтренда. Правда, вот здесь вот у нас были много таких моментов, если вы посмотрите, когда МАГДИ особо не отрабатывал. Вот тут вот, кстати, тоже у нас в предыдущей коррекции. И в итоге мы улетали выше. Поэтому пока, не знаю, но если вы переключите на обычные свечки, то тут уже это произошло. Тут уже МАГДИ перекрестился, как говорится. Гром грянул, МАГДИ перекрестился. И красная хрень пошла. Понимаете, какой расклад? То есть, в принципе, мы можем увидеть еще более затяжную коррекцию. Это, кстати, будет отлично сочетаться с той моделью, которую мы с вами сравнивали по S&P, по Dow Jones. Сейчас появится скрин сверху. Короче, как фондовый рынок ходил вот так вот. Повышающийся пик, понижающийся минимум, такой расширяющийся боковик. И в итоге... И в итоге быковик расширяющийся, естественно. И в итоге Тузумун. То есть, все еще на балансе вероятности такая модель есть. Такое развитие событий может существовать. Поэтому, ребят, конечно же, сейчас страшно. С другой же стороны, надо выкупать страх. Мы с вами знаем. Он чейн фундаментал у нас мега бычий. Все шортят поголовно, как вы можете видеть, из фандинга. Фандинг не врет. То есть, большинство игроков сейчас находится в шортах. В тезере, в коротких позициях по крипте и так далее. И в моменте они зарабатывают. Но лонгистам уже платят за то, что они поставляют ликвидный стакан. Потом. Фундаментал у нас мега супер бычий. Просто, я не знаю, если вы смотрите за Glassnode аналитикой. Я тоже постараюсь сделать для вас перевод Glassnode с ребятами. Но там в двух словах о том, что очень многих краткосрочных спекулянтов уже вытряхнули с рынка. Потом хешрейт. Опять же, посмотрите. Хешрейт у нас с вами. Хешрейт сети биткоина. Биткоина пробил свой all-time high в 180 миллионов терахешей. Пробил его. Вот здесь вот. Три раза подходил к уровню. Посмотрите. Пробил. И сейчас находится выше и вернулся на ретест этого уровня. То есть, очень красивый паттерн здорового аптренда. Да? Восходящий треугольник. Поджим, пробитие и возврат на ретест. То есть, если сейчас хешрейт удержит уровень 180 миллионов и не упадет сильно ниже. Пойдет дальше. Это очень бычий знак для биткоина. Поскольку, ребята, вам напоминаю, что исторически корреляция хешрейта и цены биткоина стопроцентная. То есть, как только хешрейт переписывает свой all-time high, цена незамедлительно взлетает за ним. То есть, на мой взгляд, я не отступаю от своего плана. Я все еще думаю, что это гигантская медвежья ловушка, в которой мы сейчас пребываем. И поэтому я рекомендую переключаться на двухнедельный таймфрейм, чтобы видеть картину более очевидно. То есть, даже если вдруг мы упадем сейчас ниже 30 тысяч ненадолго, а потом восстановимся, я все еще буду думать, что это гигантская медвежья ловушка, и мы пойдем сильно выше после этого. Потому что не верить не будет уже никто, я думаю, что. Вот такое вот у меня понимание рынка на сегодняшний день. При этом никто вам не мешает шортить перекупленные альты. Не говорю прямо сейчас на всю котлету заходить, но тот же авакс, если вы посмотрите на недельках, он очень высоко поднялся. Вот от этих значений, как мы видим, можно было хеджево его шортить. И луна, всякая солана, мана и прочее тоже очень хорошо все еще в поднятом состоянии находятся. Ну вот луна, конечно, уже уперлась в поддержку, то есть сейчас шортить не надо, но когда это сделает вот так вот и не перепишет свой хай, возможно, можно будет и пошортить это. Ту же ману, вот посмотрите, которая наверху канала, захеджироваться от, скажем так, падения всего рынка. Но дисклеймер, естественно, не финансовый совет. А также про доминацию биткоина могу вам сказать, что очень интересный момент сейчас, потому что мы вроде как выходим из этого падающего клина или треугольника наверх. И очень-очень важный сейчас у нас уровень по доминации биткоина – это вот это вот сопротивление. Мы можем сделать здесь горизонтальное сопротивление, но на самом деле оно нисходящее. Оно нисходящее, вот такое вот сопротивление, чтобы вам было видно, сделаю его белым цветом или каким-нибудь даже вот таким розовым цветом. И, конечно же, сетка EMA Ribbon. Сетка EMA Ribbon, тоже мы в нее уперлись. То есть, чего я жду сейчас от доминации биткоина? Конечно же, я жду того, что она сама покажет, чего от нее ждать. Но в целом, либо мы сейчас от нее отвергнемся и пойдем вниз дальше в альтсезон, что очень, кстати, вероятно. Либо мы сейчас можем ее проколоть, но я думаю, что ложно, и потом все равно пойти вниз в альтсезон. Потому что, смотрите, ребят, чисто технически мы рисуем фигуру поджатия. То есть, мы спускаемся к минимуму, бьем его уже раз, два, три. И, по идее, если мы четвертый раз будем его бить, то мы его точно пробиваем, ребята. И улетаем уже к уровню all-time low, то есть, 17-го года, пика пузыря альтсезона. Вот надо смотреть сейчас за этими двумя уровнями. Если мы пробиваем первый, то мы с высоченной долей вероятности пробиваем и второй, и идем в альтсезон. И я думаю, что это будет как раз и отличным завершением всего этого рыночного цикла. На мой взгляд, если мы увидим продолжение обычного сценария, то мы увидим вот такую штуку по доминации, где доминация может упасть даже и на 20, и на 15%. Как говорил Тон Вейс, кстати, во вчерашнем прекрасном стриме, который провел RedOne Genesis, наш друг, тоже посмотрите его обязательно, сейчас добавлю его наверх. То он правильно говорит, он говорит, что все альты к биткоину в принципе в долгу будут дешеветь и стоить меньше 1% биткоина, занимать капитализацией меньше 1%. Но альтов будет такая куча, что доминация BTC может быть уже и 10% при этом, понимаете? Но при этом биток будет стоить дорого и будет стабильно расти, но при этом из-за кучи щиткоинов у нас с вами будет вот такая штука по доминации. Поэтому очень важно смотреть альты к биткоину именно, а не даже индекс доминации. Очень правильно говорит Тон. Поэтому если вы смотрите на альты к биткоину, вы все сами видите. BNB к биткоину, капец как перекуплен. Это не значит, что он не может пойти еще выше, но это уже, знаете, такой аргумент, что может пойти еще выше, сделать пару иксов. Это аргумент как бы уже лудоманский. Поэтому в целом BNB к биткоину смотрит в шорт, на мой взгляд, прямо сейчас. Несмотря на то, что это биржевой токен. Doge BTC, как мы вот здесь и говорили, уже сделал полпути, но я думаю, что он все еще смотрит в шорт, обратно ниже 100 Сатоши. Но возможно, что он сейчас отпрыгнет от этого уровня. Хотя тут уже было три дохлые кошки, вот здесь, поэтому возможно, что он сейчас сразу и повалится. Ну и всякие, я уже повторюсь еще раз, Solana, Malana, Matic. Смотрите на Matic, как он сильно помпанул к биткоину, он тоже смотрит в принципе в шорт, ребята. Поэтому, не знаю, если у кого-то это получается шортить и зарабатывать, я прям мега вам респектую. Я просто не люблю шортить на этом рынке. Я даже на медвежке ловлю бычьи отскоки, делаю больше монет на следующую бычку. Мне так, ну, понятно, непривычно, я просто криптомаксималист. Но щитки, извините меня, передкупленные, сам Бог велел. Вот, поэтому Solana тоже, кто зашортил, вот здесь по моему совету, когда она стоила 200 баксов, просто не забывайте передвигать стоп в безубыток и в профит. Тогда, если его выбьют, вам будет не так обидно. Потом, в крайнем случае, всегда перезайдете. Но Solana тоже я жду примерно вот к этому уровню сопротивления к биткоину, то есть еще где-то в два раза ниже, как минимум. Вот, а так, сами видите, что из старых альтов можно докупить, что еще не допампленное или вообще не запампленное. Лайткоин, биткоин на исторических холл-тайм лоях может, конечно, ложно пробить и потом только начать расти, как было вот здесь, если считать вот это лоем, да, или вот это лоем. Вот так вот было. И может быть так, но потом это в любом случае инвестиция на десятки иксов, так же, как и дэш к эфиру, дэш к биткоину, ребята. Именно к биткоину, если вы смотрите эти монеты, вы понимаете, что они на таких вкусных уровнях, на которых просто вы их сами ждали и мечтали купить, а сейчас не покупаете, потому что вам страшно. Вот какой канал, посмотрите, накопительный. То же самое, кстати, касается и Рипла. Для всех фанатов Рипл тоже он все еще в этом накопительном канале у нас с вами находится. Рейвенкоин, кстати, тоже у нас находится все еще в канале. У него был халвинг. Рейвен к биткоину выглядит по очень интересным ценам, на мой взгляд. То есть, может, его еще чуть-чуть сейчас подавят после халвинга, но в целом, я думаю, он потом улетит тоже на десятки иксов, как вариант. Ну а в качестве хеджа, конечно же, можно рассмотреть драгметаллы. Пока непонятно, что происходит ни с криптой, ни с фондой. Золото, мы видим, как минимум стоит как вкопанное, сохраняет ценность и рисует глобальную чашку с ручкой сейчас на недельном таймфрейме. Соответственно, если она пробивается наверх, а вернее, будет сказать, не если, а когда она пробивается наверх, то золото, то замунит сразу куда-то на 3 или даже на 4 тысячи долларов. Вообще, как миленькая. Даже выше, скорее всего. Но консервативно пока так. Поэтому напоминаю, что на бирже Femix есть gold-контракты. Вы можете торговать их с плечом. Дисклеймер, конечно же. Не финансовый совет. Но я начинаю откупать обратно лонги. Если вы помните, я висел здесь в золотых лонгах. Вот досюда примерно здесь разгрузился. Поскольку фандинг очень высокий. И на выходные глупо держать позицию. Разгрузился, и вот она упала. И я снова догружаюсь примерно по этим ценам. Снова догружаюсь по золоту. Если упадет еще ниже, буду еще больше догружаться. И пока вокруг царит медвежка, я как ненормальный все это откупаю. Хотя, признаться вам тоже, уже начинаю потихонечку закрывать, переоткрывать сделки. Потому что стрёмно. Закрывал, переоткрывал. В целом чуть-чуть сместил. Вот по дэшу цену входа сместил на 1 доллар таким образом. По битку наоборот, чуть-чуть выше цену входа сместил. Но забрал часть прибыли. Так что какие-то такие дела. Все, давайте всем профитролей. Вынужден бежать и кланяйтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok